У нас с вами остался недоказанным всего один вот такой существенный факт. Теарема Бернштрасса о том, что можно один периодическую непрерывную функцию приблизить многочленным генетическим. Тарем Бернштрасс, такой тоже замечательный немецкий математик, он по значительной части своей жизни был учитель в школе. И преподавал, как он до сих пор в Германии, в школах, учителя редко преподают один предмет. Они, как правило, ведут не с этих предметов. Вот он преподавал там и язык, и математику, и лизику, и биологику, в общем, он, так сказать, задействован почти по всем направлениям. И параллельно он занимался математикой. У него даже есть такая псевдолегенда, что начался урок, а его нет. И директор школы вынужден был пойти к нему домой, зашел, и видит, что Бернштрасс сидит за столом и работает. Он говорит, ну и как, ну урок надо идти, он говорит, а что, уже утро, у него были заделки шторы, и он всю ночь прозанимался. И математику он очень ревностно любил, его изначально отправили изучать юридические науки, но он оттуда даже сбежал, в итоге заканчивал учение в университете Мюнстера, такой замечательный робот есть в Германии, очень красивый. И вот Карл Бернштрасс занимался преподаванием и написал несколько замечательных статей, стати были замечены, его мгновенно делают профессором, причем не просто профессором какого-то университета, он очень быстро возглавляет кафедру в Берлинском университете. И такой был человек весьма удобоспособный, слышал очень много результатов, и надо сказать, он читал лекции, ему было позволено читать лекции, не соизменяясь с некоторой программой. Ну вот в обычной школе учителя, лекции где-то, они читают не согласно программе. Вот он имел привилегию, поскольку был уже в тот момент академик наук, он имел привилегию читать лекции как раздумываться. Он начинал с самых азов и доходил вот до передовых прибежей того, чем тогда занимается математика. Надо сказать, что те, кто его лекции слушал, вот они такую память сохранили, и она во многом еще сохранилась в курсе учебного возрождения. Называется и университет за таких учебных учебных, первоначальных. А вторая фамилия, второй человек, с результатом которого можно сейчас познакомиться, это Бенштейн. Дающийся российской и советской математикой. Но он такой российский и советский, но надо сказать, что образование он получил в Баиши. Он еще будучи учеником школы, фактически освоил первые несколько курсов математики в университете. И дальше поехал учиться в Баиши. Там, значит, ученый был в Кустибе, а затем вернулся в Россию, вернулся в начало 20-го века. И сначала работал просто тоже учителем в таких частных заведениях. И занимался математикой. Вот ему принадлежат многие выдающиеся совершенно труды по теории вероятности, по анализу. И он еще, конечно, был весьма странным человеком. Есть свидетельство того, когда он в ситуации, когда среднестейший человек должен был копаться в окон, когда он скидывается, бояться высунуть голову. Это, так сказать, действовало очень четко, честно. Например, было такое известное дело Лузина, когда пытались просто убавить его же собственные ученики, используя всевозможные псевдонаучные аргументы. Ну и вот выступить в то время против такого давления было почти наносимо подписать себе, так сказать, отпуск, не станет столь отдалённым. Вот Бернштейн был один из немногих, кто сумел перешагутиться через это и выступил. Защитив. В общем, это сыграло значительно. Бернштейн, кстати, во время войны очень деятнее участие принимал в разных военных расчетах. Например, он был даже в основном государственной премии за то, что он учился, в десять раз ускорил обсчеты пеленных кораблей вражеских. Вот надо было определять, где находятся вражеские корабли по радиопереходу. Вот он составил специальное руководство, которое позволило делать это в десять раз быстрее. Ну и, соответственно, при готовом встрече. Такой вот очень интересный человек.